На Новопокровском комбинате хлебопродуктов развивается конфликт. Предприятие переходит из госрезерва в подчинение министерства АПК, в связи с чем там проходит внеплановая аудиторская проверка. На время ее проведения министерством было принято решение сменить руководителя комбината. Для объективности, говорят в АПК. Но такое решение вызвало негодование у рабочих. На камеру люди говорить опасаются, утверждают, за неправильную позицию могут уволить либо старый, либо новый директор, смотря как повернется. И добавляют, им совершенно все равно, кто будет руководить комбинатом, лишь бы зарплаты вовремя платили. Коллектив как бы не агрессивно настроен, непонятно просто. Никто не видел этого приказа, ничего. Приказ, временно отстраняющий от обязанностей гендиректора комбината Андрея Яковенко съемочной группе АТН показывает Богдан Александров. Это именно его сейчас назначили исполнять обязанности директора во время аудиторской проверки. Но даже просто попасть на предприятие ему было довольно сложно. В понедельник нас не пустили на предприятие, во вторник нас опять не пустили на предприятие, то есть сославшись на подачу исков в суд. Сегодня вроде как впустили утром проверку, меня вроде бы как тоже впустили, но подписывать документы о том, что я могу приступить, то есть отдел кадров, ссылаясь на руководителя своего, отказывается. Отказался временно отстраненный гендиректор Яковенко и от общения с журналистами. На территорию съемочную группу не впустили, а по телефону секретарь руководителя сообщила, что ее шеф очень занят и комментариев не дает. В свою очередь директор департамента агропромышленного развития Харьковской обладминистрации Борис Данилев утверждает, что предприятие работает стабильно, соблюдает технологии, имеет хорошие, качественные показатели. Муку знают и в Украине, и за ее пределами. Но аудиторская проверка все же необходима. И главное сейчас не портфель делить, а думать о предстоящей уборочной компании. Солидарен с такой позицией и новый временно исполняющий обязанности директора комбината Богдан Александров. Говорит, ситуацию специально накаляет бывшее руководство, не желая подчиняться приказу Министерства АПК. По этой же причине в информационном пространстве города распространяются слухи о том, что он якобы одноклассник жены министра Швайки. Это ложь, утверждает Александров. Он просто намерен обеспечивать независимую аудиторскую проверку. Никто никого не собирается увольнять, наказывать. Нужно установить, какая ситуация на предприятии на самом деле. То есть, что с ним. То есть, если с предприятием все в порядке, нет никаких нарушений, то директор приступает обратно к исполниванию своих обязанностей и все. Пока ситуация на предприятии остается напряженной. Но, по словам Богдана Александрова, судебный иск против его назначения старое руководство уже отозвало. Наталья Кириченко, Агентство телевидения новости.